Приветствую вас, Суфия. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Во-первых, советы психологи давать не могут, в принципе. Это было бы неэтично, с точки зрения профессиональной этики, это было бы крайне деструктивно для вас, потому что это мешало бы вам принимать какие-то решения самостоятельно. То, что может в данном случае сделать психолог, это поработать над глубинной составляющей ваших проблем, да, и не пытаться понять других людей, но пытаться понять саму себя. Для того, чтобы, по большому счету, более осознанно, более реалистично, более адекватно продвигать свою жизненную позицию. Итак, я замужем, есть ребенок, пять лет. Сказать, что любовь с мужем сильная, не скажу. Любовь, я влюбленность, да. Возможно, я просто сейчас стал понимать, что такое любовь, иначе относиться к этому понятию не знаю. Ну, смотрите, как бы, если вы не говорите, что у вас мужем сильная любовь, а что есть влюбленность, то очевидно, что вы выстраиваете отношения с мужчинами больше по гендерной составляющей, нежели чем по личностной. И общего, что может быть, или что могло бы быть между вами и потенциальным мужчиной, достаточно мало. Я полагаю также, что вот здесь можно предположить о наличии чрезмерной ценности семьи в вашем контексте. То есть, что из себя представляет семья, семья для вас, чем она важна для вас, ну и так далее. Это вас. Расписались скорее, чтобы ребенок рос в полной семье. Ну, видите ли, далеко не всегда наличие полной семьи дает ребенку тот самый плюс, который ему необходим для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Конечно, я имею в виду, что наличие матери и отца для ребенка не всегда хорошо. И здесь чувствуется некая ваша жертвенность, некое ваше стереотипичное мышление, что вот у ребенка будет полная семья и все будет хорошо. Ну, что такое семья? Разве семья сводится к, допустим, просто наличию отца и матери? Ну, я думаю, что нет. Причем, когда я узнала, что в положении на тот момент еще не мужу, сказала, что я не наставил на браке, да и, возможно, не стоит ралли еще, но он настоял. Ну, а здесь я могу сказать только то, что мой коллега Кудрячев и Игорь Леонидович, к сожалению, прав, говоря о том, что вы не несете ответственности за свои действия, в данном случае за свои решения. В данном случае перекладывайте их на другого человека, то есть муж, будучи на браке настоял, ну, значит, соответственно, вы с его решением согласились. Хотя сами к браку, вероятно, были не готовы. Ну, и вопрос ребенка, доча, больше относится к ответственности, в том числе к ответственности и вашей. Последние несколько лет все стало очень плохо. Вначале я думал, что дело в том, что умерла бабочка мужика, которая его воспитывала, но прошло уже почти три года. Ну, дальше вы описываете, конечно, что именно плохо. Но означает ли тот факт, что бабочка воспитывала вашего мужа, что у мужа есть некоторые характерные для такого воспитания особенности и характерные для отсутствия, например, у человека матери, как родительской фигуры, особенности. Здесь, конечно, немножко отрывочно, потому что, к примеру, если у мужа после смерти бабочки была празма, потому что он тяжело переносил ее смерть, да, или перенес ее смерть, или переносит ее смерть, то есть до сих пор переживает. То это одно. Это одно. То есть, если есть какие-то другие факторы, это другое. Дальше. Пыталось поговорить. Предлагал разойтись. О чем пытались поговорить и как предлагали разойтись. Самое главное, нужно понять, что вы не уходите. Вы говорите, предлагаете, но не делаете, не поступаете. Мужчина понимает слова отступков. Мужчина понимает язык действий, но не слов. Не хочет. Говори, наверное, мы не любим друг друга. Ну, опять же, кто мы? Вы не можете говорить за него. Вы можете говорить только за себя. Вы можете говорить, я не люблю тебя. Я хочу чего-то. Я хочу как-то поступить, например. Можете вы сказать так. Но говорить, наверное, мы не любим. Это как бы размывает немножечко такую вашу позицию здесь. Спрашивает, почему я так говорю. Ну, и что дальше? То есть, ну... Спрашивает, и... Здесь бы было здорово, если бы вы продолжили. А что дальше? Что вы отвечаете? Может спокойно уехать на концерт или куда-то гулять, когда пытаются сказать, почему не предупреждают, у меня тоже могут быть дела, слиться и говорить, не ставь мне ультиматумы. Ну, это вопрос разграничения ролей. Там, если мужчина может себе такое позволить, значит, вы берете на себя достаточно большую часть обязанностей. Вот. Подумаю. То есть, человек не уважает, не считается с вами. И это вопрос. Это очень серьезный вопрос, почему мужчина не считается с вами. Это вопрос того, как вы себя в отношениях поставили. Это вопрос того, как вы себя воспринимаете в контексте отношений. И это вопрос того, а обеспечиваете ли вы свою позицию? Защищаете ли вы свои интересы? Делаете ли это вы понятным для вашего партнера способом? А то он уезжает на концерт, идет гулять, не предупреждает вас. А вы говорите, у меня могут быть другие дела. Но ведь это поведение формировалось не один день, не два дня, не три. Это поведение формировалось годами, скорее всего. Ну, или точно в течение нескольких месяцев. И в этом участвовали и вы. Вы каким-то образом подкрепляли такое поведение мужчины. Ему выгодно так себя вести. И нет ничего выгодного в том, чтобы вести себя по-другому. Вот какая у него мотивация, какая мотивация вести себя иначе. Какая у него мотивация говорить вам и предупреждать вас о чем-нибудь. Может быть, он не уверен в себе и в то, как вы отреагируете на его предупреждение. И он будет чувствовать себя виноватым или каким-то еще. Вот, понимаете. То есть вопрос нужно вставить именно так. Какая мотивация у мужчины вести себя по-другому. Не требовать от него и не ждать чего-то. А непосредственно делать. Либо защищать свои интересы лучше. Либо, но лучше вместе, повышать мотивацию человека вести себя иначе. Дальше. Так. Злиться говорить, не ставь мне ультиматум. Ну, здесь очевидно, что человек, не уверен в себе, к сожалению, вот очевидно прям, что мужчина сомневается, ну, в себе. Человек, как-то вот, ну, как сказать, как сказать, человек опасается. Человек, ну, чувствует себя неуверенно по отношению к вам. Отсюда ультиматумы, отсюда агрессия какая-то, да. Я уже молчу, чтобы, про то, чтобы отвезти сына в садик или забрать у меня работу. Опять, опять, вопрос. Какая мотивация мужу это делать? И, каким образом сформировался у него такой подход? Ведь в том числе и благодаря вам, благодаря вашей позиции. Вы же, как мне показалось, перекладываете ответственность за то, что происходит, в том числе на мужчину. Дальше. Просто погулять в парке или свозить сына на мероприятие ничего не хочет. Но, опять же, здесь нужно смотреть на то, как это все получилось. Ну, как это все происходило, да, как это все в процессе происходило. Грушил, что все же согласилась на свадьбу. Вы знаете, Софья, я задам немножко, может быть, глупый вопрос вам, но постарайтесь воспринять его всерьез и ответить. Что значит, вы грустите, что согласились на свадьбу? Означает ли это, что вы разочарованы тем, какая семейная жизнь у вас сложилась? Означает ли это, что у вас были определенные ожидания от совместной жизни с мужчиной? Но возникает тогда другой вопрос. А что лично вы делали для того, чтобы эти ожидания сбились? Или вы только мечтали об этом? Думаю, что все произойдет сама по себе. Дальше. Следующий момент. Я уже на грани. Работаю удаленно. Заработок небольшой. Накопление есть. Готовьте себе финансовую поручку, чтобы уйти к маме. Ну, вам по-короче, мы не к маме. Уходить нужно, а куда-нибудь одной пожить. Благо, живем в одном городе, и брат старший рядом. Ну, очень боюсь с ними говорить. Боюсь, не пойму. Ну, здесь, на мой взгляд, речь идет про, ну, про неуверенность в себе, про какой-то вот страх выражать свои чувства, да, скорее про какой-то стыд. Возможно, про непринятие, опять же, своей позиции, то есть вот с этим страхом того, что вас не поймут, нужно работать. Это неуверенность. Мне кажется, мужу удобно, и не любит он меня. Ну, здесь у вас когда обида на мужа, честно говоря. И такое ощущение, что вы отказываетесь видеть реальность. То есть, ну, не очень понятно, в какой вектор был у ваших отношений. Строились ли эти отношения, как любовные, или строились эти отношения, как по расчету, для воспитания ребенка, или что-то еще. Откуда-то у вас есть ожидание, что муж вас любит, и что ему не просто удобно с вами. Но возникает другой вопрос. Если вам обидно от того, что муж вас не любит, и что ему с вами просто удобно, то при чем здесь другой мужчина? Это месть? Дальше. Есть еще нюанс. Наш общий знакомый уделяет мне внимание. Знаю, что нравлюсь ему, но я ни в коем случае не буду мужу изменять. Это табу. Я думаю, что ваша позиция, с одной стороны, правильна, с другой стороны, не совсем, является, ну, такой вот системной ошибкой, системной проблемой. Почему? Смотрите. С одной стороны, вроде все хорошо. Не буду изменять мужу. Это табу и все. Но с другой стороны, есть ощущение, что дело здесь не в муже, а в вас. Что вы не будете изменять мужу не потому, что муж вам дорог. От него, на секундочку, вы уже собираетесь уйти. А потому, что вы сами, опять же, чего-то стыдитесь. Вы сами, опять же, что-то обесцениваете. Себе. Вам будет стыдно изменить мужу. Но не потому, что муж дорог. Потому, что вы этого боитесь. Ну, я не знаю, боитесь может быть осуждение, неодобрение, ну, чего-то еще. Понимаете? То есть, как бы, идея, она такая. Вот, вы говорите, да, что я не буду изменять мужа. А я хочу спросить, почему? Какой мотив, какие основания для этого у вас? И точно знаю, что уйду от мужа не из-за другого мужчины. Ну, вот опять, с одной стороны, вроде бы хорошо, полезно, правильно. А с другой стороны, чувствуется, что вы это делаете, потому что считаете, что так должно быть. Молодой человек мне начинает западать в душу. Ну, хотелось бы как-то несколько подробнее, что ли, чтобы вы озвучили этот момент. Что значит, начал западать в душу? Это значит, что он своим отношением к вам привязывает вас к себе или что? Потому что по-доброму относится. Ну, получается, что вы влюбляетесь не в самого человека, а в его отношение к вам. Причем в такое отношение, которое вы считаете добрым. Всегда в общей компании смотрит пристально и стоит наоборот или рядом. Много не говорит или наоборот выдает какие-то глупости. Мужчина, что первый, что второй, то есть что ваш муж, что данный молодой человек не готовы к семье. Вы боитесь серьезных отношений, потому что здесь я с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем соглашусь. Боитесь ответственности. При страхе ответственности партнеры всегда выбираются такие, которые не готовы и не способны быть в серьезных отношениях. Поэтому ваш мужчина ведет себя достаточно незрелым образом. Это вы описываете. Далее это подтверждает. Я только не понимаю, как проявляется тогда его доброе отношение к вам. Может быть вы, конечно, только на определенных моментах заостряете внимание. Но, тем не менее. Хоть вы пишете. Значит, всегда в общей компании смотрят пристально, стоит или напротив или рядом, да? Много не говорит, наоборот выдает какие-то глупости. Где здесь добрые отношения? Непонятно. Как только я начинаю проявлять активность, поддержать разговор, что-то спросить, он зажимается, начинается странные поступки. Выкладывает фото и стори с девочками. Его подругами. Такая идет защита. Опять же вопрос. Где здесь добрые отношения к вам? В чем добрые отношения к вам? Когда оно проявляется по отношению к вам? Если в общей компании он молчит и только стоит с вами рядом. Если начинает говорить, говорит глупости. Когда начинаете говорить вы, он уходит. Ну, отдаляется. Где здесь добрые отношения? Девочка на своей странице также делает эти же публикации и добавляет сердечки. Хотя я эту девочку знаю заочно. У нее есть жена, она лесбиянка. Ну, здесь опять же есть у меня такое чувство, да, что вы пытаетесь себя безопасно. Девочку откуда-то вы очень знаете. С другой стороны это может быть просто случайность, но тем не менее. Оба ваших мужчины боятся ответственности. Оба ваших мужчины не хотят брать. Оба ваших мужчины достаточно инфантильны. Это говорит о том, что подобная проблема есть и у вас в том числе. Хотя вы ведете себя, конечно, более серьезно, но все равно есть страх. Все равно есть неуверенность. При встрече молодой человек специально начинает задевать мужа. Говорит ему, что тот обрастил живот и так далее. Опять же, где здесь добрые отношения? На днях он вышел в прямой эфир и я от любопытства зашла. Ну, давайте немножечко проясним, что такое любопытство. Он прекрасно увидел, что я зашла и начал рассказывать про какие-то женские мальпуляции, а потом стал говорить, ну что ты зашла и молчишь. Ну, это провокация. Это очень детское такое вот подростковое поведение. Я продолжал молчать. Почему? То есть, вот, какая у вас мотивация так поступать? И через несколько минут молодой человек сказал, ой, собственно, это ты. С тем смыслом, что он обознался. И после этого снова пошли в сторис подругой. Не традиционной ориентации. Ну, здесь, как бы, опять же, непонятно, где добрые отношения к вам. В последнее время, проезжая мимо нашего дома, едет тихонько. Как проедет, сильно жмет на газ. Это слышно, у него спортивный автомобиль. Ну, привлечение внимания. Это то, что делает мужчина. Пытается привлечь к себе внимание. И вам не хватает внимания к себе. И вашему мужу. Я бы не обратил на такое внимание, но недавно мы с сыночком шли по дороге, и он ехал навстречу. Так же, тихо, медленно, медленно проехал внимания, затем сильно начал газовать. Мне кажется, вас это немного пугает. Это выдает что-то вроде агрессии. К слову, и у мужа есть машина, и он материально состоятельный, работа, квартира. А это вы к чему? Нет, вот, серьезно, вы это к чему? Про мужа, что он состоятельный и так далее. Я, конечно, могу предположить, но это к чему? Прощу, да, у вас совета по мужу. В смысле? Ну, что значит совета по мужу? Мы можем дать рекомендацию вам, но не совета по мужу. Так же, советы по молодому человеку. Почему и зачем он так делает? А какая разница? Если вы сказали, что не уйдете от своего мужа к другому мужчине и из-за другого мужчины. Какая разница? Почему и зачем он так делает? Проблема в осознанности вами, своих ценностей, желаний. Проблема в ответственности. Проблема в том, что вы находитесь в треугольнике Карпмана. Вы, ваш муж и молодой человек. Проблема в страхе и в чувство стыда. Разобраться с этим берет степенные задачи. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова